I have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки! Вот этот завывающий ветер. Ветер, кстати, с улицы. Если что, там зима, там холодно. А мы находимся в клубе Рагнарёк. Хотя пришли мы сюда совсем не для того, чтобы потусить. Туса сегодня не будет. Веселье будет, а туса не будет. Как вам такое? Тут барабаны. Я не могу. Макс, барабанщик. Прикольно, я наступаю на струны. Я наступаю на струны. Я наступаю на струны. Так. Зачем? Зачем я сейчас столько словом о потратил? Блин, взял две аптечки. Ёб-па, РСТ просрал. На этих же уродах. Что происходит? Почему так жасть-ка? Не, я знаю, что игра старая, и она не прощает ошибок и все дела. Это типа загадки. Ой, ладно, пойдем. Как обычно, без аптечек и с пол-ХП. Ну, наш фирменный стиль, да. Куда ты делся? Стоп. Ребят, давайте по-нормальному. Я знаю, что он сейчас кнингрену. И меня все равно задевает на таком расстоянии. Спасибо, чувак. Блин, грена меня все равно задела. Это печально. Так, он побежал и решил попрощаться с этим жестоким миром. Даже без моего вмешательства. Ёб-па, РСТ. Неужели мне... А как мне нужно было перепрыгнуть? Или мне не нужно? Нет, ну мне же нужно было это перепрыгнуть. Блин. Иногда вот эти сломо реально спасают. Типа такой стал перед дверью. И куда я пришел? Проход за кулисами вел в святую святую хлюпину. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном. И еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. Это был проход за кулисами вел в святую святую хлюпину. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном. И еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. На диване валялись обрывки письма. На диване? На столе? На диване? Где на... Ты о чем вообще? А, на этом диване тфу ты, блин. Аааа. Пожалуй, он упражал Люпина письменно. Вовсюду на бумаге были кровавые отпечатки пальцев. Они неприятно думать, что один из моих мальчиков начал подтасовывать карты. Соберись, Джеки. Мы тут делом занимаемся. И мне бы не хотелось присылать к тебе трио. Очевидно было, что Люпина угрозы не испугала. Стол был покрыт заметками Люпина. А теперь можно почитать. Он был самым настоящим сумасшедшим. Стол был испещен мистическими надписями, сделанными кровью. Имена демонов и темных богов были перечислены без всякого порядка. Люпина увлекся старыми игрушками а-ля Фауст. Душу в обмен на могущество и удачу. Распущитесь кровью там, где галочка. Тут еще псих. На алтаре лежал дневник, Люпина. Нет, он определенно сошел с ума. Волки из старых легенд на свободе и готовы сожрать солнце и луну. Люпина тоже волк. Да, я чудовище. Я огромный фенрир. Я вестник апокалипсиса, несущий плоть падших ангелов. Че ты там несущий? Ты несущий бред. Идея конца света стала банальностью. Но кто я такой, чтобы рассуждать об этом? Жалкий мститель неудачник, осмелившийся выступить против целой империи зла. Все в этом мире субъективно. И конец света у каждого свой. Если он придет к тебе, то он не покажется тебе банальней. Кстати, да. В этом есть некая логика. Че, ребятки, вам не очень повезло, да? Да, я смотрю. Черт. У меня слишком мало жизни, чтобы туда лезть. О, это плохое место. О, это плохое место. Я это помню. К сожалению. Неплохо я так подлечился, да? Тварь. Хе-хе-хе. Так. Ну, где у нас там гренки, да? Черт побери. Кого я должен еще убить? Я, ну, мне тут очень некомфортно с полужизни лазить. На самом деле, даже сейчас сохранился банальней. Я вот тут сохранюсь. Сколько их еще будет? Почему вы появляетесь из ниоткуда? Сколько их мне надо перебить? О, тут есть еще отключка. О! Щедро. Ф5. Че должно случиться дальше? Я уж дофига народу перебил. Кто дальше? Во-во-во-во, а че Ингрэм это? Так. Меня же не выпустят? Не выпустят. Конечно. Так, сохраняемся. Эти твари сверху лезут. Понятно. Сохраняемся. Кто еще? О, Ингрэм появился у нас опять. Тут Бенели лежат. Блин. Этот набат мне уже, блин, по голове. О-о-о-о! Главный Вася. Я и раньше подозревал, что здесь что-то не так. Но того, что здесь не так, хватило бы на инвестиции. И все немалайки подачи, чтобы он был накачан наркотиками. Он вполне мог бы выдержать 15 раундов с аллигатором-мутантом. А затем он снова начал свой бред. Это были слова из страшного сна. Моего сна. Я вкусил плоти падших ангелов. Вкусил-вкусил, чувак, да? Я вкусил зеленой крови дьявола. Она струится в моих жилах. Я видел этот мир насквозь. Я проник в него до мозга костей. Смерть грядет. Она грядет. Я следую за ней. Это закат времен. Я готов стать ее сыном. Ее время пришло. Все, кто стоит на ее пути, будут. А, твари! Ну, дальше. Он мрут! Еще одно божество. Ло-о-о! Воу! Нет. Блин. Это сложный босс-файт. Есть! Вот так надо было сначала действовать. Фух! Когда любина наконец упал, я продолжал стрелять, чтобы он вдруг неужил снова. Вальтерин превратил его в зомби, в чудовище из иного мира. Думаю, он уже мертв. Ага. Но так или иначе, это не тот, кто тебе нужен. В комнату вошла эта женщина-вамп. Дуло ее пистолета смотрело мне в лицо. Лиза Пунчинелло, так звали жену крестного отца. Мона Са, мы с ней близнецы. Послушай, сестрица, это ведь опасно. Ты можешь поранить кого-нибудь этой штуковиной. Лиза истеричная девица, а я профессионал. Я прикончу тебя и глазом не моргну. Отлично. Мои рекомендации ты уже видела? Джек ничего не мог тебе сделать в этом состоянии. Мы с тобой охотимся за одним мешком дерьма. Пунчинелло убил твоего приятеля и подставил тебя. Ты это точно знаешь? У меня свои источники информации. Кто тебе заказал главного злодея? Никто. Ненавижу этого садиста, который издевается над женой. Почему бы нам не объединить усилия? Я уж думал, ты никогда этого не скажешь. У меня уже палец на курсе зачесался. Как тебе сделать виски? На цену приходу говорится. Да ты просто ангел, Макс. Напиток был неплох. У него был сладковатый медовый привкус. Ничего личного. Просто я не могу допустить, чтобы в очередном припадке яйца ты пристрелил виски. А, черт. Сон был все время один и тот же. Тени, мечущиеся в темноте. Безумный смех киллера, как намек на что-то ужасное. О, да, ребёнок. Да, 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 эти глюк, глюковатые уровни. Глюковатые уровни. Так, пробуем запоминать коридоры правом. Так, здесь нам нужно... Давайте пойдём направо. Лево. Лево. Чёрт. Было право-право-лево-лево. Право-лево. Вперёд. Это тёмный угол какой-то. Блин, это было сохраниться в самом начале, да? Так, здесь мы наворачиваем круголяя, правильно понимаю? Да, здесь сюда нам не надо. Пойдём попробуем сюда. Здесь у нас тоже получается... Ну-ка, круголь, не круголь? Ну, не знаю. Здесь круголь. Тут есть парочка таких уровней. Вот этот вот и... Да, вот мы пришли в комнату. Раньше надо было думать, когда ты там спать, улёгся рядом с Любина. Шутник. Так. Здесь я сохранюсь, но его нафиг. О, тут у нас фотки, кстати. Смотрел на меня с фотографией. Семья Пэйн, миг счастья, запечатлённый на фотокарточке. Я думал, что так будет всегда, пока смерть не разлучит нас. Я не хотел об этом думать. Пока я не думал, это не могло случиться. Но я нарушил это правило. Лизь до смерти всё-таки закралась в мою голову. И страх проник мне в сердце. Он уютно обосновался там и начал потихоньку охватывать всю территорию. М-да. Фотографии из старых... У нас с Алексом были свои звёздные минуты. Борцы с преступностью, лучшие в обеднённом отряде полиции Нью-Йорка и отделы по борьбе с наркотиками. Я бы всё отдал, чтобы вернуть его. К сожалению, чудес не бывает. Почему-то пропускаются... Почему-то пропускаются некоторые реплики. Я надеюсь, ребятки, вы не просто слушаете, вы ещё так же и читаете. Ну, вам будет прикольнее. Там некоторые реплики почему-то в озвучке пропускают. Так, типа сюда нельзя. Да, спальня. Стоп. Ну, хорошо. Давайте сейвимся здесь, пойдём попробуем найти выход. О-о-о-о! Обожаю мультик. А про капитана безбольную битву, мои любимые. Ох, тут это... Низкая гравитация. Да, мне не сюда, я... Явно. Обожаю мультик. А про капитана безбольную битву, мои любимые. Чёрт. Наверное, после этой фразы сохранится, иначе она задолбит сейчас просто. Обожаю мультик. А про капитана безбольную битву, мои любимые. Так, а туда я не долетаю, я понял. Хорошо. Не соскальзывай, пожалуйста. Так, сюда. О-о-о, не сос... Нет! Да чтоб тебя! Управление, успокойся. Блин, прям большими шагами ходить нельзя. Так. А тут куда мне? Да. Там есть продолжение, нет? Выглядит так, как будто там нет продолжения. Я вот не помню, есть тут невидимые дорожки, или мне всё-таки нужно идти по следу. Я думаю, что всё-таки по следу. Но я на это крайне надеюсь. Вот игра, в принципе, очень классная. Хоть и сложная, хоть и все дела. Ну, опять же, сложная. Кто-то из вас сейчас скажет... Давайте я тут сохранюсь. Вот так. Вот. Кто-то из вас сейчас скажет... Фу, она проходит на изички, без аптечек и всякое такое. В принципе, наверное, да. Но я... Простите, пожалуйста, не киберкотлета. Вот. Я довольно-таки... Ну, наверное, я бы себя при... Приписал бы к середнячковым игрокам, которые... Ну, я, в принципе, не казуальщик. Я игрок. Но игрок я середнячковый. Потому что... Я играю во всё и понемножку. Поэтому я не становлюсь... Каким-то профессионалом в... Одной определённой сфере. Вот. Не в шутерах, не в бродилках. Опять лабиринт. Ну, допустим. А, не лабиринт? Ой, нет, господи. Ну, пожалуйста, только не это. Да. На самом деле, никому бы так... Через такое никогда не проходить. Я понимаю, что закрутка игры очень простая. Но, как-то мы говорим... Можно резать хоть кубиками, решетить пулями, срывать, испарять, дезинтегрировать. Они всё равно. Через пять минут, как мобик. Хех. Как говорится, что... Вроде как сюжетик простой, а ситуация страшная. На столе лежал ежедневник Мишель. Мишель работала на полставки в офисе окружного прокурора. Ежедневник был раскрыт на сегодняшней дате и исписан её аккуратным почерком. Вчера ко мне на стол попала какая-то военная папка. Вальгала? Это вроде бы из скандинавских мифов. Что-то там с викингами. Я хотела рассказать Максу, но он был занят, хмурился. Думаю, ничего важного. Просто на почте перепутали адреса. Теперь я всегда выслушивал её. Глупые обещания. Слишком мало и слишком поздно. Убийца, ты убил её. В жизни так не бывает. А это вот этот парень, которого мы нашли, которого битые убили. Холодный день в аду. Бейсбольная бита. Я очнулся от этого кошмара. Голова раскалывалась, как в тисках. Макс Пейн, я тебе завидую, честное слово. Акилер рядом улыбался. Меня зовут Фрэнки Ниагара. Или бейсбольная бита, это уж как хочешь. Ниагара, это потому что ты любишь слёзы лить. Он ушёл в бейсбольную битву, а я был привязан к стулу. Это то же место, по-моему, да, где мы увидели первый раз чувака сбиты. А-а-а! Мы ещё побеседуем, ублюдок. Он, не торопясь, вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Все мы делаем ошибки. Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом. Он избил бы меня в любом случае. Ошибка была даже не в том, что я доверился этой красотке с пистолетом. Я, как идиот, начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка. А нужно было сразу метить выше. Я не мог заставить себя убить Моно. Похоже, у меня слабость к симпатичным девушкам. Но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол, тебя так и тянет и рассердится. Они перетащили меня обратно в подвал гостиницы Люпид. Кстати, да-да-да. Бит весь в синяках и кровопотеках. Я чувствовал себя немногим лучше стула, который только что сломал. Все. Все, что у меня было, это бита Фрэнка, липкая от моей собственной крови. Так, можно ли? Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь пунчинелла. Ага, он сюда вышел. Ай-яй-яй! Блин, как нелепто получилось! Эй, ты что же? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааак дает раз это там дофига реально и главное пушку получить блин он меня убивает просто моментальнейший прошлый раз мне повезло гораздо больше с этими упырями не тратьте мои патроны пожалуйста он меня просто уничтожает аннигилирует блин не надо брать ингрэм да черт как не из этого выкрутиться тварь вот этот чувак с ингрэмом просто убивает ну вот опять этих двоих я мочу да чувак с ингрэмом просто проблема на него надо снять потом сохранится почему ты сразу достаешь этот черт 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 а мне нужно после этого как-то сохраняться или что-то мне наингры 50 патронов и все блин уже попали если б я еще и аптечки эти не взял бы так и в 5 чтобы каждый раз ты не повторялась мне все равно придется их убивать да черт почему они он забирает пушку вот чем проблема нужно не в того стрелять а у своего еще убивают серьезно блин это просто так ты же сдох он очень мощный блин ребят стоп я выкарабкаюсь из этого и вернемся фух короче не спрашивайте как этот трушак получился это вообще что-то дикое ребят ну да как вы видите я их всех перебил но хп у меня по прежнему нет как выбираться из этого дерьма черт его знает давайте я сейчас сохранюсь на всякий случай все давайте на этом заканчивать спасибо что были с нами обычные моба блин оказались круче этого босса против которого я бегал все ребятушки до встречи в следующих сериях пойдем опять выбираться из гостиницы люпина ну так понимаю это его гостиница вот все всем удачи всем добра всем бобра всем оладушек и всем покеда субтитры сделал DimaTorzok